Уэльс закроет ночные клубы и установит социальное дистанцирование в офисах. У вас насморк, головная боль или усталость? У вас, вероятнее всего, есть омикрон. Британия может ожидать еще 18 месяцев потенциальных страданий от ковида. Королева отменила свой ежегодный рождественский обед для членов своей семьи. С этих выходных Франция запретит все второстепенные поездки из Великобритании. Британские банки объявляют о повышении процентных ставок. Последняя презентация Citroën не подходит для погодных условий в Великобритании. Сейчас обо всех этих новостях подробнее в нашем выпуске новостей. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей Великобритании на пятницу 17 декабря. Итак, Уэльс закроет ночные клубы и установит социальное дистанцирование в офисах после Рождества для того, чтобы бороться со штаммом омикрон. Новые ограничения, которые являются частью двухэтапного плана, сделают двухметровое социальное дистанцирование обязателем в магазинах и на предприятиях с 27 декабря, наряду с мерами, включая односторонние системы движения и физические барьеры для защиты клиентов и персонала. Первый министр Марк Дрейкфорд сказал, что правила также будут изменены для того, чтобы включить требования работать из дома, где только это возможно. До 27 декабря правительство Уэльса призывает людей выполнять пять шагов, включая вакцинацию, получение отрицательного теста на боковой поток, прежде чем идти по магазинам или встречаться с людьми. Встречаться с друзьями в хорошо проветриваемых помещениях, а предпочтительно вообще на открытом воздухе, сделать перерыв в общении с другими людьми, позволить тестовым дням между ними и придерживаться социального дистанцирования. Также ношение маски для лица и мытье рук. Такое ощущение, что об этом никто не знал, что руки стоит мыть. Также Марк Дрейкфорд призвал людей сократить контакты с другими людьми в ближайшие дни, особенно если рождественские планы включают встречи с пожилыми или более уязвимыми людьми. Насморк, головные боли и усталость, по-видимому, являются отличительными чертами штамма омикрон, согласно крупному исследованию, которое предполагает, что мутантный вирус больше похож на простуду, чем на ковид. Анализ случаев заболевания в Лондоне, где омикрон растет наиболее быстро, показал, что наиболее распространенными признаками вируса в период с 3 по 10 декабря были насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Ни один из этих признаков вируса не является классическим, за которым британцы предупреждают, о котором предупреждали, когда все болели вирусом Дельта. Это был новый продолжительный кашель, высокая температура или изменение запаха и потери чувства вкуса. А сейчас любой симптом стандартной простуды, как было раньше, является заражением вирусом омикрон. Суити предупреждает, что Британию может ожидать еще 18 месяцев потенциальных страданий от ковида, пока не будет разработана и внедрена вакцина, которая защищает от всех вариантов. То есть, получается так, что сейчас вакцины не защищают от разных вариантов. Главный врач сказал, что он ожидает, что универсальный укол, который будет способен бороться со множеством штаммов, будет готов в какой-то момент к середине 2023 года, а также несколько новых противовирусных препаратов, которые должны сделать тяжелую работу за НЧС. Он признал, что тем временем министрам придется полагаться на социальные ограничения, когда вакцино-резистентные варианты, такие как омикрон, угрожают загрузить службу здравоохранения. Обращаясь к членам парламента и специального комитета по здравоохранению и социальному обеспечению, профессор Уити сказал, если я буду прогнозировать будущее, то я ожидаю, что через несколько лет, возможно через полтора года, возможно чуть меньше, у нас будут поливалентные вакцины, которые охватят гораздо более широкий диапазон вариантов ковида. Ну что ж, подождем еще полтора года для того, чтобы сделали нормальную прививку. Королева отменила свой ежегодный рождественский обед для королевской семьи. С сожалению, что это делается в качестве меры предосторожности для того, чтобы попытаться спасти праздничные планы своих близких на фоне опасений по поводу вариантов все того же омикрона. 95-летний монарх планировала пригласить около 50 родственников, включая принца Чарльза и Камилу, на мероприятие в Виндзорском замке на следующей неделе. Однажды после праздничной вечеринки королева должна была полететь в вертолете в Садринге в Норфлок, где она собиралась провести саму Рождество. Однако теперь выяснилось, что королева с сожалению отменила свой семейный обед в качестве меры предосторожности, чувствуя, что рождественские мероприятия для слишком многих людей окажутся под угрозой, если обед состоится. По словам королевских источников, существует мнение, что это правило для всех, кого это может коснуться. Это второй год, когда королева отменяет это мероприятие, обычно которое проводится в Букингемском дворце. В прошлом году она отменила обед, когда были введены более жесткие ограничения на фоне всплеска штамма дельта ковид. Ну что ж, в прошлом году ковид назывался дельта, в этом году он называется омикрон, а обед все равно оплачиваем мы. С этих выходных Франция запретит все второстепенные поездки из Великобритании. Правительство Франции заявило, что новое правило вводится для того, чтобы замедлить распространение варианта омикрон, ковид, который вызывает рекордное количество случаев заболеваний в Британии. С полуночи субботы с 23.00 по британскому времени будет требование иметь существенную причину для поездки в Великобританию или из нее, как для непривитых, так и для вакцинированных. Люди не смогут путешествовать по туристическим или профессиональным причинам, говорится в заявлении французского правительства. Столкнувшись с чрезвычайно быстрым распространением варианта омикрон в Британии, правительство решило восстановить потребность в важной причине для поездок и в Великобританию, и из нее. Также он добавил, что французские граждане и граждане ЕС все еще могут вернуться во Францию из Британии и пассажиры смогут проехать транзитом через Францию, если для этого им понадобится меньше 24 часов. Пока Францию закрывают и запрещают поездки, Дед Мороз уже в Лондоне и связаться вы с ним можете через страницу Facebook. Facebook.com.uk Дед Мороз. Все очень просто. Дед Мороз и Снегурочка готовы поздравить вас и вашего ребенка у вас дома. Мы переходим к дальнейшим новостям. Сантандер, Натвест и Нейшнл Уайт – первые банки, которые объявили о повышении процентных ставок после вчерашнего шага Банка Англии по повышению процентных ставок с 0,1% до 0,25%. Эксперты предупреждают, что решение банка может привести к тому, что держатели ипотечных кредитов будут платить на сотни фунтов больше в год. А Сантандер почти сразу же объявил, что расходы будут переложены на клиентов. На кого же еще? Ранее Сантандер заявляли, что все ипотечные продукты трекера, привязанные к банковской ставке, увеличатся на 0,15% с февраля, а их стандартная переменная ставка также увеличится до 3,5%. Натвест и Нейшнл Уайт последовали их примеру в отношении продуктов с привязкой к процентным ставкам, объявив, что они вырастут на 0,15% с февраля. Представитель Натвест от кредитора сказал, что ипотечные сделки с переменной процентной ставкой будут постоянно пересматриваться, в то время как представитель Нейшнл Уайт заявил, что они объявят детали о влиянии на ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой в должное время. Другие поставщики кредитов, такие как Лойтс и Virgin Money, объяснили, что пересмотрят ставки в ближайшем будущем. Готовьтесь к повышениям цен. Последняя презентация Citroёn вполне возможно не подходит для погодных условий в Великобритании. Названный Miami Buggy это крошечный электромобиль с внедорожными шинами и внешними сумками для багажа, для хранения, а также он без дверей, который является современным намеком на панельные баги марки Meharry, которые обычно используются в прибрежных регионах по всей Европе. Он основан на полностью электрическом квадроцикле AMI, который поступит в продажу в Великобритании в следующем году как двухместный легковой автомобиль с запрашиваемой ценой в 6000 фунтов в базовой комплектации. И, соответственно, этот одноместный фургон будет использоваться для городских перевозок последней мили, так называемых, то есть на ближайшие поездки. AMI не обязательно квалифицировать как автомобиль, но диапазон его движения до 46 миль делает квадроциклом сертифицированным, то есть он может вполне нормально вводиться в Великобритании подросткам от 16 лет. Аккумулятор мощностью 5,5 киловатта с одним электродвигателем и максимальной скоростью 28 миль в час. Ну, получается, это не самая быстрая модель, которая появится на британском рынке в 2022 году. А это последний вариант, как раз последний вариант миниатюрного двухместного автомобиля будет еще медленнее, чем все остальные. На данный момент бездверных автомобилей в Британии немного, это только Рено, если я не ошибаюсь, Рено Твизи. Вы их видели на дорогах, даже полиция их использовала где-то в центре города. Ну что ж, а сейчас мы переходим к прогнозу погоды с Игорем Павловым. Всем доброго времени суток! Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Вы знаете, почему многие женщины не любят дождь? Потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам. Сегодня дождь пройдет в центральной части, а именно рядом с городом Питербург. В остальной центральной части и южной части переменная облачность с редкими просветлениями. Температура в среднем плюс 5, плюс 7 градусов. В Шотландии туман будет стоять так долго, как будто он чего-то ждет. В середине дня в Шотландии появится солнце, в среднем с температурой плюс 5, плюс 8 градусов. Ночью на выходных будет похолодание до 1 градуса. В субботу днем переменная облачность без осадков, в среднем с температурой плюс 6, плюс 8 градусов. Солнечный день будет в Шотландии с утренним туманом, но как же без него с температурой плюс 3 градуса. В воскресенье погода не изменится, она вообще себе не изменяет. И будет весь день на всей территории Великобритании и Шотландии переменная облачность без осадков с температурой плюс 4, плюс 8 градусов. В пятницу ничто избывается. Женщины красятся, мужчины готовятся, работают, снимают деньги. И вечером они встречаются, утром открывают глаза и начинают вспоминать, как было классно вчера вечером. Особенно на нашей рождественской вечеринке в городе Нархантене, которая пройдет уже сегодня. 18.30, начало вечера, до 11.00 вечера приходите. Можно даже, кстати, с детьми. Приходите и мы будем с вами веселиться, ну а в субботу вспоминать, как же это было хорошо. До скорой встречи сегодня вечером, а с многими с вами мы увидимся в понедельник в новостном выпуске. Всем хорошего настроения и до скорой встречи. Спасибо, Игорь. Да, и всем хорошо повеселиться сегодня, если кто-то доберется до Нархантен. На этом новостей на сегодня больше нет. В студии был Олег Хилл. И я желаю вам прекрасного дня и прекрасных выходных. Всего вам доброго. Встретимся в следующем выпуске новостей. Или в режиме блога, который будет на выходных. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok